Между цветущими садами и городскими двориками в музее города Полярного открыли выставку «Цвет в окне». Это более 60 художественных произведений, исполненных в разных техниках, но объединенных одним мотивом. Удобное расположение комнат, стильная мебель, просторный коридор и, конечно, вид из окна. За что еще можно любить свой дом, свое жилище. Проект «Цвет в окне» выставочного комплекса столицы Северного флота и Союза североморских художников – это более 60 картин, в которых окно – это особый композиционный прием, благодаря которому мастера и выстраивают смысловую часть своего произведения. Окно, по сути, это и первая картина мира, которую познает человек, открывает для себя. Окно – это всегда для нас символ надежды, потому что недаром «Цвет в окне» такое есть выражение. И мы вот несколько лет назад подумали, а почему бы не собрать такую выставку, которая каждому зрителю, который сюда придет, откроет окно художника. Каким художник видит мир, что для него важно, что у него за этим окном или внутри этого окна. Сегодняшняя выставка, она чем хороша, что картины в разных техниках, разного уровня, наверное, профессионализма. Но это как раз та выставка, когда можно сказать, нравится, не нравится. Уже традиционно одними из первых выставку посещают юные дарования. Художники из Полярного осторожно осматривают каждую картину, стараются запомнить манеру исполнения и, конечно, вдохновиться. Это же огромный опыт – брать пример с профессиональных художников. Мы на этом и учимся. И по цветовой гамме посмотреть, кто-то рисует в более холодных цветовой гамме. Многие картины с живописными видами из окон принадлежат частному коллекционеру, достаточно известному в кругах музейных. Алексей Макаров не только актер и один из руководителей в областном театре кукол, еще и эстет. Подобрать интересные работы, на мой взгляд, каких-то оригинальных, непохожих друг на друга авторов. Либо раскрыть художника известного с какой-то неожиданной стороны. Потому что чаще всего в коллекцию попадают работы, так скажем, непрограммные, много экспериментов. То есть художник попробовал что-то и отложил. В выставку большую персональную художника эта работа не попадает, она попадает коллекционеру. И вдруг эта работа, которую автор, может быть, и не задумывал, что она будет представлена на суд зрителя, она появляется в выставочном пространстве. Это, конечно, вот та цель, ради которой, в принципе, я занимаюсь выставочной деятельностью, наверное. Осенью этого года Алексей Макаров отметит свой 50-летний юбилей. В связи с чем планирует представить собственную выставку. Мастер в области вязания крючком готов поделиться уникальными изделиями ручной работы. Впрочем, об этом позже. А пока насладиться пейзажами за окном от мурманских живописцев можно в Музее Полярного до 10 марта.